В Твери 25 января, в день российского студенчества, состоялось открытие информационно-библиотечного центра. Новая площадка Тверского государственного университета объединила в себе образовательное, культурно-досуговое, музыкальное и другие направления. В первый рабочий день центра его посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко. Гости осмотрели помещение здания на Советской 58, а также в режиме вопрос-ответ пообщались со студентами областного центра. Студентка 4-го курса Тверского государственного университета Кристина Небывалова в этом году заканчивает учебное заведение. Совсем скоро перед девушкой, как и перед тысячей других выпускников Тверских вузов, встанет вопрос трудоустройства. Куда в Верхней Волжье можно пойти работать после университета? Именно этот вопрос Кристина задала губернатору Тверской области Игорю Рудени. Какие, на Ваш взгляд, существуют перспективы развития высокотехнических отраслей промышленности, которые требуют высококвалифицированные кадры? Именно вот в Тверской области, в нашем регионе. И куда идти студенту, закончившему Тверской вуз, который хочет трудиться, но не имеет опыт работы? У нас сейчас создаются ряд предприятий, развиваются. Первая, самая, наверное, крупная среда – это кластер-машиностроение. Это Тверской вагоностроительный завод и ряд предприятий, которые, не знаю, «Центр-СВАП» названы. Это куда выносятся компетенции большие, которые делались в других территориях, в том числе и в других странах. И у нас они сейчас набирают полную силу. Трудоустройство, система ценностей, патриотизм, история Великой Отечественной войны, вакцинация от COVID-19 – это лишь малая часть тем, на которой губернатор и заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко пообщались со студентами Тверских вузов. Общение шло в формате вопрос-ответ, а площадкой для диалога стал, начавший свою работу в день российского студенчества, информационно-библиотечный центр. Как отметил глава региона, создание подобного центра – хорошее подспорье для развития системы высшего образования на территории Верхнего Лжья. И мы постарались ничего не испортить в этом здании. Мы когда думали, а как это сделать, мы решили, что лучше мы приведем его в хорошее качественное состояние в работе, чтобы оно было многофункциональным. Но самое главное – ничего не перестраивать, дать возможность посмотреть и с фасадов, и с поэтажных планов, то, как это было изначально обустроено. Информационно-библиотечный центр – это современное, оборудованное всем необходимым помещение для студентов и других жителей областной столицы. Для посетителей здесь рабочие зоны и зоны отдыха, помещение для переговоров и встреч, места для учебы и общения. Музыкальная гостиная, концертные и компьютерные залы, книгохранилище. Кроме того, в центре начали свою работу два отдела научной библиотеки ТВГУ. Есть возможность поработать с нашей электронной библиотечной системой и воспользоваться теми учебными и научными материалами, которые находятся. Причем они могут это сделать и придя к нам сюда, в любом месте в университете, а также зарегистрировавшись, они могут работать с ними из дома. В ходе общения со студентами глава региона поддержал создание в Тверской области исследовательского центра для молодых ученых. Сейчас в Тверской области создан технопарк «Кванториум» для дополнительного образования школьников по инженерно-техническому направлению. Для реализации бизнес-проектов «Центр мой бизнес» — исследовательский центр для студентов и аспирантов — может стать связующим звеном между «Кванториумом», где школьники приобщаются к науке, и «Центром мой бизнес», помогающим предпринимателям воплотить в жизнь свои стартапы. Работа над созданием подобной площадки, отметил Игорь Руденя, начнется уже в этом году.